Хорошо, привет! Чисто! Мы двигались, я впереди, а за мной сотрудники ОМОНа и дополнительные силы. Долго мы преследовали его, потому что он с одного в леса в поле убегал, опять в лес. То есть и собака постоянно шла, она знала, что запах очень резкий идет. Она еще быстрее начала увеличить скорость свою, так как непосредственно хотела достичь преступника. В темное время суток тут одни фонарики в руках у нас, и поле, и лес. Притом место у нас незнакомое было, и мы даже сразу не поняли, где мы очутились. То есть я думал только найти преступника и задержать его, потому что надо всегда доверять своей собаке. 10 километров где-то мы пришли, приходилось бежать, и канал был с водой, приходилось это преодолевать вместе. Мы, когда уже задержали этого преступника, мы были все полностью мокрые. У меня с детства был пример всегда дядя. Это папин брат родной. Вот он был преподавателем в школе милиции, то есть я на него всегда смотрел. Мне было интересно, то есть форма, красиво. Я уже сразу знал, что пойду работать в органах, то есть я уже стремился к этому. Занимался собакой поздно вечером, и неподалеку двое неизвестных разбили табакерку. Их двое было. То есть можно предполагать, что многое могут чего совершить. Они могут развернуться, пойти на вас. Мы дрессируем собак, чтобы они их кусали, откуда идет угроза. То есть будь это нога в замах, будь это рука, откуда идет угроза, туда собака сразу атакует. Вот. Это была рука. Он развернулся, думал, это уверенный. Ну и собака сразу же, даже не отступая, укусила. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Потому что каждый раз, выбывая собакой, ты оказываешься в центре событий, на каком-то либо происшествии, там, где нужна неотложная помощь, либо кого-то задержать. Там, где совершено реальное какое-то преступление. Обычно, когда выезжаешь на ту же тревожную кнопку, либо на какое-то срабатывание дома, ты не знаешь, куда ты едешь, ты приезжаешь и там уже понимаешь, куда ты приехал. Наша служба нужна, чтобы преступников задерживать, чтобы никто не остался безнаказанным за какие-то совершенные действия. Поехали! Для собаки что это самое главное? Это забота за ним, это игра, различные вкусняшки у нас, непосредственно карат. Четыре года ему исполнилось. Интересно для тебя, что чем-то новому научить собаку. И для собаки это тоже интересно, это для него игра просто. Щип! Да, хорошо! Я с детства хотел собаку очень сильно. А тут, когда проработал в группе задержания, у меня есть хороший товарищ, вот, он мне посоветовал, говорит, ну, пойдем к нам, кинологам. С другой милиции должен быть терпеливый, сдержанный. Собака очень тяжело порой учится, где-то моменты очень сложно даются, где-то собака ведет себя не так, как ты хочешь. Это больше как друг, часть семьи. В работе напарник, на который ты можешь положиться, все зависит от того, как ты надрессируешь собаку. Если ты ее хорошо надрессируешь, ты можешь быть уверенным. Так же нужно человечностью в основном обладать. В жизни ты, например, идешь, там где-то что-то, не знаю, нужна помощь человеку. Ну, думаю, это внутри каждого человека живет. С детства мне нравились собаки, у меня было их по 4-5 дома. Без собаки не мог жить. То есть для меня это служба и отдых дома, и хобби. Не просто приходишь на службу и работаешь, а какие-то достижения у тебя происходят. Любовь к животным в душе, да. У меня дома еще кот есть большой, маякун-то такой. Ну и на улице всегда, то есть с девушкой где-то проходим, есть там собака, котик, то есть такие бездомные. Да, мы забрать его не можем, да, там чем-то помочь. Но мы всегда идем в магазин, покупаем какую-нибудь сосиску. У меня простая девушка сама, ветеринарный брак. Вот мы же с ней познакомились благодаря кинологии. Это вообще контактная, она может целоваться сколько хочешь. Работа собак – это нелегкое дело, это целая наука. Тем более поставить это на службу. Люди, когда видят в городе милиционера кинолога, служим собакам, у них восхищение, радость в глазах. Все хотят познакомиться с этим четвероногим другом. Я горд, что я работаю кинологом. Я вижу со стороны, как люди на меня смотрят. Мы всегда приезжаем ответственно, ответственно относимся к этой работе, и мы должны предполагать, что может и быть здесь преступник. То есть мы должны быть готовы ко всему. Я люблю свою профессию. Когда собака работает и раскрывает, хочется еще, еще, еще. Для меня человек в вагонах – это человек, на которого можно положиться, человек, который всегда откликнется, поможет. Когда преступник задержан и понесет свое наказание, на душе я всегда восполняю чувство радости, что человек, который совершил правонарушение, не останется безнаказанным. Где-то ты оказал помощь людям. Для тебя это как награда. КОНЕЦ КОНЕЦ ... КОНЕЦ 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 Продолжение следует...